Приобрести этот или любой другой интересующий вас товар по цене ниже, чем у производителя, вы можете просто написав нам на Viber или позвонить по телефону, указанному в описании к данному видео. Все цены на нашем сайте antikrisis.com представлены без учета скидки. Это не рекламный ход, а лишь требование производителя держать рекомендованную розничную цену. Напишите нам, и цена вас приятно удивит. Также, помимо самых низких цен, мы предоставляем нашим клиентам копию заключения эксперта о непринадлежности товара к холодному оружию. Данные документы есть к большинству продаваемых нами ножей. Приятного просмотра! Сегодня решили снять для вас небольшую распаковку по ножу-бабочке 15079. Вставляется в фирменной коробочке Grandway. Также в комплекте копия заключения. Он не принадлежит к холодному оружию. Ну и сейчас глянем, как выглядит наш нож. Коробочка у нас завода заклеена. Нигде. Нож идет в комплекте без чехла, без всяких клипс. То есть удобный, в руке, кто берет нож, скажем так, для определенных трюков. Ему отлично подойдет он. Никаких лишних клипс, ничего лишнего на нем нет. Такой классический нож-бабочка. И, кстати, он немаленький. В разложенном виде его размеры целых 222 миллиметра. Так, нажимаем и закрываем. Вот так он выглядит. Односторонняя добротная заточка. На лицевой части ножа мы видим гравировку производителя. Это Grandway. На обратной стороне у нас марка стали. 420 сталь. С твердостью 52-55 единиц. Это нож-бабочка. Или же, как их называют, нож-балисонг. Накладочки у нас тут деревянные. Выглядит он классно. Классический. Балисонг. Длина лезвия у него 10 сантиметров. А рукояти 12,2. Толщина лезвия 2,4. Ширина 16 миллиметров. Устали сказали. В принципе, по тех характеристикам это все. Выкрутим немножко сзади. На обратной стороне у нас тут фальш-лезвие такое. Односторонняя заточка здесь идет. Поэтому здесь мы пальцы не порежем. Здесь все хорошо. На этой же стороне, конечно, заточка хорошая. Складывание-раскладывание у него. Все просто, все по классике. То есть, дабы разложить, нажимаем вот сюда. Раскладываем наш нож. Немножко прижимаем. И замочек защелкивается. Чтобы обратно все вернуть. Можно прижимать здесь немножко, можно нет. Пальцем вот так двинули. И нож сложили. Вот так это все выглядит. Кому нож нужен для трюков, здесь есть такие отверстия под шестигранички. То есть, можно немножко попустить его. Он будет работать легче. Ну, то есть, не так жестко раскладываться-складываться. Но это уже все на любителя. Такой добротный нож. За свою цену. В принципе, более чем классный вариант. Стоимость его там всего до 300 гривен. Поэтому цена его полностью, правда, не самый дешевый вариант. Но и выглядит дороже, чем стоит, скажем так. Продолжение следует...